Сегодня перед Русской Православной Церковью с особенной остротой стоит вопрос о воцерковлении молодежи, духовно-нравственное состояние которой имеет определяющее значение для будущего нашей Церкви и общества. На молодых Церковь возлагает надежду в связи с многими обстоятельствами. Я сейчас скажу неожиданную вещь, я бы не сказал это еще и 5 лет, и 10 лет тому назад, тем более 20 лет. Но чем больше я наблюдаю жизнь современных православных молодых людей, тем я больше понимаю, что именно с молодым поколением нужно связывать с созданием нового здорового православного образа жизни. Мы говорим об этом образе жизни давно, я стал писать об этом еще в конце 90-х годов, но до конца я даже сам не понимал, что должен означать этот новый образ жизни. А теперь, взирая на вас, я понимаю, что у вас есть потенциал создать этот новый образ жизни. Не нужно не обязательно одеваться в костюмы 19-го и 20-го века, чтобы демонстрировать этот образ жизни. Не нужно принимать никаких дресс-кодов, потому что дресс-код – это форма. Но наш внешний вид, то, как мы обустраиваем жилище, то, чем мы интересуемся, куда мы устремляемся, как мы воспитываем детей, насколько, будучи совершенно современными людьми, получающими хорошее образование, мы одновременно актуализируем свою веру в жизнь. Я думаю, что вот эту модель современного христианского образа жизни призваны создать вы. По своей природе молодой человек деятелен и активен, поэтому отделом Тульской епархии по работе с молодежью должным образом был воспринят и востребован потенциал молодых людей, объединяющихся в добровольческие православно-молодежные движения разного уровня, чтобы нести весть о церкви и спасении в молодежную среду. В 1991 году состоялся в Москве первый съезд православной молодежи. И тогда же преосвященные архиереи получили благословение создать в епархиях отделение церковно-православного молодежного движения. По сути дела, вот с этого года начинается как раз работа с молодежью. Надо сказать, что до этого работа с молодежью не велась в православной церкви, поскольку до революции каждый человек молодой был воцерковлен, крещен в православной вере, а после революционного периода, естественно, никакой работы с молодежью не могло быть и речи. Поэтому в 1991 году создается некая новая такая структура. Юбилейный архиерейский собор, который прошел осенью 2017 года, поставил перед молодежным служением многие задачи. И святейший патриарх определил молодежное служение как приоритетное. Надо сказать, что по благословению нашего высокопреосвященнейшего Алексея, митрополита Тульского и Ефремовского, нашего владыки, у нас в епархии проводится активная работа, особенно в крупных городах Тулуново, Московске, Ефремово. И в каждом благочине есть помощник благочинного по молодежному служению, который организовывает работу. Мы участвуем во всех акциях, мероприятиях, которые проводят и синодальный отдел по делам молодежи, и проводят соседние епархии, и светские организации. Мы идем туда, куда нас зовут, для того, чтобы принести свет Христовой веры каждому молодому человеку. Православные молодежные движения не должны иметь других целей, кроме приведения людей ко спасению во Христе. При этом задачи, формы и методы работы у них могут быть самыми разнообразными. К примеру, Молодежно-добровольческий центр Тульской епархии регулярно повествует о важности правильных духовно-нравственных и физических ориентирах в авторских театрализованных постановках, а также утверждая эти принципы в реальной жизни, участием в значимых социальных и благотворительных акциях. Стоит сказать, что все же при всем многообразии молодежной деятельности в контексте жизни нашего центра, самым важным, фундаментальным направлением нашей работы является, конечно же, без сомнения, создание условий для простого христианского молодежного общения. Одним из самых важных направлений молодежной работы, которые позволяют актуализировать современную повестку дня, доступным языком обратиться к нашим сверстникам, и этим направлением нашей молодежной деятельности является театральное молодежное служение. Такая форма работы с молодежью, к удивлению, приобрела серьезную популярность и актуальность в молодежной среде. То, когда молодые люди сами силятся придумать ответ на злободневный вопрос, облечь его в театральную форму повествования, приготовить соответствующий антураж к спектаклю и, конечно же, с успехом его продемонстрировать. И вот такая непринужденная, но по-христиански открытая форма диалога с нашими молодыми людьми, она удивительным образом обращает молодые сердца ко Христу. И это дает возможности и силу, вновь и вновь преодолевая какие-то, конечно же, возникающие трудности, двигаться вперед с надеждой, с верой, с твердым упованием на Христа, Господа нашего, который никогда не оставляет всякого человека, стоящего на правильном жизненном пути и желающего послужить Богу сердцем, умом, делом, помышлением. Наверное, это и есть главный девиз жизни нашего центра. Тульское региональное отделение Общероссийского православного молодежного движения «Георгиевцы», базирующееся на базе Свято-Успенского мужского монастыряного Московска и в Ефремове, принимает активное участие в экологических и иных общественно значимых акциях регионального и общенационального уровня. Совместно с представителями органов власти «Георгиевцы» реализуют программы президентских грантов, направленные не только на оказание помощи малоимущим, но и на работу с молодежью, делая упор на развитие физических, духовных и патриотических качеств в молодежной среде. В феврале 2012 года по благословению нашего батюшки Архимандрита Лавра было создано православное молодежное движение города Новомосковска. Изначально его количественный состав был очень невелик, он насчитывал всего три человека, это был я и еще двое парней. Сразу же мы избрали свою стратегию взаимодействовать с образовательными учреждениями, со школами, с среднепрофессиональными учебными заведениями, с вузами. И уже месяца через три количественный состав участников возрос. К нам присоединялись обычные юноши и девушки, очень часто невоцерковленные. Это было обусловлено характером проводимых нами мероприятий, допустим, акции против абортов, экологические акции по уборке различных территорий, источников. Также было очень интересное мероприятие «Любовь сорадуется истине» в день «Жен Мироносец», когда молодые люди впервые узнали о существовании такого дня. Девушки были приятно удивлены, узнав, что существует целый православный женский день. И уже к концу 2012 года количество участников возросло. Между нами начали происходить интересные диалоги. Если изначально мы говорили только о мероприятиях, то позже мы начали говорить уже о Боге, о духовных ценностях православного человека. В феврале 2013 года мы структурно вошли в объединение православных и патриотических молодежных движений «Георгиевцы». Сегодня, по прошествии шести лет, с момента организации нашего молодежного движения, можно сказать, что мы сильно изменились. Мы начали другие проекты, мы начали другие со всем историей. Мы стали участниками конкурса президентских грантов. И не только участниками, но и победителями. Мы открываем свои молодежные центры. Количественный состав участников движения «Георгиевцы» уже сложно сказать. На настоящий момент это более 200 человек в области. Мы функционируем в нескольких районах Тульской области. Функционируем в нескольких благочениях Тульской епархии. И вся наша деятельность подтверждает слова святейшего патриарха Кирилла, что за молодежью будущее. Опыт развития православных молодежных движений в Тульской епархии показал, что для полноценной жизни достаточно искренной веры во Христа, стремления жить по его заповедям, желание учиться и познавать православные традиции. По благословению владыки Алексея чуть менее года назад в Ефремовском благочении образовалось православное молодежное движение «Георгиевцы». Поначалу были некоторые трудности внутри церковной среды. И вот я как раз увидел помощь и поддержку среди невоцерковленных ребят как раз нашей Ефремовской гимназии. Сейчас с ребятами принимаем участие в социальных проектах, в проектах нашего благочения. Видим, что ребятам это интересно, есть энтузиазм, есть такой задор. Мы видим положительный результат и твердо верим, что они станут верными чадами русско-православной церкви. При этом призыв к деятельному служению, обращенный к современной молодежи, способен привести его в лоно православной церкви. В церкви молодое поколение может обрести жизненную опору и получить подлинные условия для раскрытия своего внутреннего потенциала. Ибо молодость – это состояние души, готовой к преображению во Христе.